Пермский мясокомбинат Этого общесемейного кушания другой разговор не то, чтобы очень. Щи-борщи, фасолевый грибной и что-то там с вермишелькой по типу уха из петуха. Здравствуйте, дорогие друзья. Что-то еще забыла? Собственно, уху и соляночку? Ну, тоже бывает. Однако овощные супчики, согласитесь, на нашем на столе редкость. Давайте исправляться. Иными словами, менять стереотипы. Да как же без бульона, это ж не сытно да пусто. Скажет кто-то, да было бы пусто, если б не капуста со товарищей. Не стоит забывать, что и овощной бульон – это тоже бульон. И он не менее питательный и насыщенный, особенно если правильно с ним обойтись, заправить. В нашем случае интересный акцент вносит и предварительное обжаривание лука с колбасками и использование чечевицы. Прекрасного источника растительного белка? Это я о сытости. Железо – это я о пользе, да еще и, несмотря на бобовое родство, замечательно разваривающегося продукта. Это я о быстроте приготовления. Да, очень скоро мы ее добавим, а пока в очередной раз не могу себе отказать в удовольствии исторических экскурсов в кулинарное прошлое. Да, над тарелкой такого супа есть о чем поговорить. Дело было в 1602 году. Войска герцога Савойского Шарля и Мануила I осадились в Женеву. К чему? Почему? Все это интересно, конечно, но к супу не имеет отношения. А вот что имеет. Несмотря на то, что дело было ночью, они встретили ожесточенный отпор всех жителей от мал до велика. И даже матушка Руайом вылила с крепостной стены на голову наступающих горячий овощной суп, который готовила для своих 14 детей. Все закончилось благополучно, нападающие отступили, а с той поры ежегодно в декабре в Женеве проходит праздник эскалада от французского названия длинных лестниц, с которыми атаковали стены. И всех празднующих от всей души угощают овощным супом, супом матушки Руайом. Оригинальная рецептура, конечно, много сложнее, чем тот суп, который мы приготовили сегодня. Но если есть желание и интересы, почему бы не найти оригинальный рецепт, а еще лучше побывать в Женеве в декабре. Овощной суп с колбасками. Обжарить на растительном масле полукольца лука и нарезанные колбаски баварские торговой марки Пермский мясокомбинат. Далее крупно нарезанные морковь и капусту поместить в кастрюльку с водой и варить на сильном огне. Когда вода закипела, добавить чечевицу и уменьшить огонь. Через 10 минут очередь лука и колбасок. Потом посолить, поперчить, добавить шпинат, снять с огня и дать настояться. Подавать с черным хлебом, который можно накрошить прямо в тарелку. И еще одна оригинальная деталь. Чем дольше такой суп настаивается, часов 5 или 7, тем он будет вкуснее. И пусть вас не смущает следующий факт. Суп может быть и по-женевски, а колбаски пусть будут баварские. Колбаски баварские полукопченые торговой марки Пермский мясокомбинат. Продукт с насыщенным ароматом смеси перцев черного и душистого. Колбаски баварские от другой колбасной продукции отличает прежде всего более изящная форма. Ароматно, вкусно, натурально, питательно. Колбаски баварские. Пермский мясокомбинат для своих старается. Интересных вам рецептов и отличного настроения. С вами была Жанна Соловьё. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok